С утра на остановке в районе 7-й горбольницы собралось полсотни молодых людей, одетых в пижамы и домашние халаты. У одних в руках одеяло, подушки и мягкие игрушки, у других зубные щетки, бритвы, расчески и косметика. Коллективно, интересно и необычно это все проходит. Идеальный сценарий флешмоба должен быть абсурдным, загадочным, не очень заметным и не вызывающим смеха. Все осуществляется с самым серьезным видом, как будто для игроков это действие спонтанно и вполне обыденно. Многие участвуют в акциях для собственной пользы. Для того, чтобы переступить через какие-то, может быть, свои внутренние комплексы, попробовать себя на людях сделать то, что раньше там никогда не делал бы. Некоторые прохожие приняли людей в пижамах и халатах за пациентов в ближайшей больнице. У водителя и пассажиров такие необычные проезжающие особого удивления не вызвали. Участники признаются, окружающие не всегда воспринимают их действия адекватно. У некоторых подобные акции вызывают возмущение. У остальных прохожих и пассажиров настроение все же поднимается. Представьте такую картину, заходишь в маршрутку и видишь людей, которые просто с подушками или в пижамах сидят, зубы чистят. Но это на самом деле позитивно и очень весело. Но у людей там какая-то улыбка, частица позитива появится. В этот раз к симферопольской молодежи присоединилась и группа из Ялты. Парни и девушки приехали на место слета уже в костюмах. Подобные акции в этот день проходили и в других украинских городах. В Киеве, Хмельницком, Первомайске, Николаеве, Черкасах и Херсоне. Юлия Кузьменко, Андрей Акатьев, Служба новостей и ТВ.